Приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys. Сегодняшний выпуск у нас немного в нестандартном формате, я не делаю свою презентацию, а просто листаю подрывку. К сожалению у меня нет времени оформить даже обычную простую презентацию, потому что я уезжаю буквально через пару часов и экстремально быстро записываю данное видео. Это вторая часть ролика про Террейн, первую вы скорее всего уже можете заценить на канале, там я обсуждаю базовый принцип расстановки Террейна с базовыми тайтами из рюльбука, а в этот выпуск я решил вынести собственно те Террейн 3-3, которые ГВ нам отдельно приписала в Вайтдварфе вот совсем недавно. Я бы хотел обсудить их какую-то полезность, эффективность, ну и в целом зачитать их вам и высказать какие-нибудь свои мысли по их поводу. Потому что мыслей у меня на самом деле много и они возможно даже не очень, как сказать, популярные. Да, но обо всем по порядку, давайте приступать. И в самом начале ГВ нам просто напоминает, что когда вы присуждаете Террейну 3-3, вы должны помнить, что у разных частей этого Террейна 3-3 могут быть разными. То есть вот у нас вот эта буча из сектора Механикус, она считается одной с Террейн-фичей, но поэтому у этой Террейн-фичей есть разные Териты, да, то есть вот эти большие ноги и бочка это хеви, там заборчики лайт и треверсабл, ну и второй этаж, понятное дело, это вантажка. Вот, это просто дополнительное напоминание, что если уж вы присуждаете какие-либо Териты своему Терену, то вы должны делать это, так сказать, очень подробно, да, чтобы случайно еще не забыть. И опять-таки, опять-таки, что стоит сказать перед тем, как мы перейдем к обсуждению остальных Террейн-тритов, вас никто не заставляет играть с ними, и вы абсолютно свободны сами заявить, какие Териты у какого Террина в вашей партии будут, да. То есть вы, допустим, вам никто не запрещает показать вот на этот забор и сказать, что он будет хеви, ну, допустим, да, просто ГВ предлагает нам использовать его как лайт. Ну, это в целом более логично. Да, то есть все, что пойдет далее, это просто предложение ГВ, которое мы можем использовать, а можем не использовать в таком ключе. Вот. Все. Сказав это, вроде как можно переходить далее. Далее. И далее у нас начинается непосредственно Террейн-триты. Террейн-триты. Их у нас много разных, и что самое главное, это новые Террейн-триты, которых не было до этого. Ну, по большей части. Некоторые они повторяют Териты из киллзон, уже выходивших. Маленькая сносочка здесь говорит, что некоторые Териты заставляют вас контролировать Террейн-фичу, чтобы они работали. Ну, и контроль Террейн-фичи происходит в дюйме от Террейн-фичи, опять-таки, по количеству APL, то есть точно так же, как контролятся обжективы. Ну, только обжективы контролятся в двух дюймах, а Террейн контролится в дюйме. Все. И теперь мы переходим к Тритам, и нас встречает, наверное, один из самых противоречивых Тритов среди всего этого списка. Это Волатиль. Волатиль создан для того, чтобы отображать всякие взрывоопасные объекты по типу бочек с горючим, или больших бочек с горючим, или что там еще может взрываться в слое к первым тысячелетиям. Работает достаточно просто. Если вы находитесь в ринже от Волатильной Террейн-фичи, то, когда по вам стреляют, оружие получается Леттл 5+. А если Леттл какой-нибудь уже был, то он улучшается на 1. То есть Леттл плюс становится Леттлом 4+. Ринж зависит непосредственно от самой Террейн-фичи, то есть, допустим, бочки, как нам предлагают ГВ, взрываются в дюйме, а большие приметивные контейнеры взрываются в 2-х дюймах от себя. Террейн этот одновременно и интересный, и немного спорный. Интересный он тем, что это как бы террейн, который делает нечто вроде Area Denial, то есть он создает некий кусочек на поле боя, в который не очень сильно хочется захватить по-хорошему, потому что там вы становитесь очень сильно, ну прям, уязвимыми для варежской стрельбы. И это, с одной стороны, может создавать интересный геймплей в том числе. То есть вы можете поставить какой-нибудь выгодный пристреливаемый коридор, но при этом носовать там бочек, ну, по краям, с которых этот коридор может пристреливаться. И как бы пристреливать его уже тоже не особо выгодно, потому что вас там могут подстрелить радостно на этих бочках. Также это можно ставить около каких-нибудь точек, там, допустим, в центре, и как бы поход в центре или к точкам превращается уже в куда более опасное предприятие. Однако, два минуса. Первый. Я не уверен, насколько это подходит для матча плея. Да, всё ещё. Вызывает у меня некоторые сомнения, насколько это подходит для матча плея, и куда точно это стоит ставить для матча, да. Потому что, с одной стороны, если мы ставим это в центре, то это, по идее, тоже не очень хорошо по порядку причин, в которые я сейчас не очень хочу углубляться. То есть, ну, это момент такой дискуссионный, а вот минус волатиля, который точно есть. Бочки, как террин, они есть во многих клубах. И во многих клубах они используются для киллтима в том числе. И, лично для меня, бочки были очень хорошим источником лайт-террейна. То есть, я не знаю, какой лайт-террейн поставить, но мне нужно поставить лайт-террейн. Я просто беру кучу бочек, вставлю их туда, отлично. У меня есть небольшая кучка лайт-террейна, и всё хорошо. Бочки, тем более, тематично смотрятся на любом столе. Сейчас же бочки, по-хорошему, из обычного и простого в использовании лайт-террейна превращаются в какую-то странную штуку с волатилем, которая, ну, скорее, больше дамажит, чем защищает, и поэтому у них, в принципе, другая теперь роль на поле боя. Однако, никто не запрещает всё ещё комбинировать трейты, то есть, допустим, бочки у вас одновременно могут быть лайт-террейном и волатилем. То есть, если вы стоите за ними, то вы камеры как бы получаете, но и Леттл-5 плюс по себе тоже. Что, как по мне кажется, всё ещё немного странное сочетание. Вот, что мне кажется интересно, это сочетание хэви и волатиля. Ну, понятное дело, это на бочке уже не повесить, а можно повесить это только на, ну, вот какие-нибудь большие, да, как это называется, баллоны с примитием. Вот там, да, за хэвиком вы, если стоите, вы понимаете, что у вас стрелять не будут, ну и, собственно, Леттл-5 плюс себе в лицо вы не получите. А вот если вы вылезаете в энгейдж, рядом с подобным баллоном, то вы уже идёте на весьма большой риск, так как по вам-то с Леттл-5 плюс отстреляются. Я поставил этому террин-97 из 10 по шкале спортивности, я всё ещё не уверен, буду ли я его использовать, но главным образом я не люблю его, из-за того, что мои любимые бочки из обычного хорошего лайт-террина превратились в что-то более странное и требующее более сложной балансировки и более умное установление на стол. Вот так. Панишинг-монтажи — это просто перепечатка из челната. У панишинг-монтажей, собственно, есть два условия. Первое — если вы стреляете с панишинг-монтажа, то вы один хит делаете автоматом, даже кидать не надо. Ну, а если по вам стреляют, и вы стоите на панишинг-монтаже, то вы вместо одного кубика за ковёр ставите два кубика за ковёр, если этот ковёр получить, конечно, можете. Собственно, зачем это существует здесь, в Айдварфе, просто ГВ хочет нам напомнить, что панишинг-монтажи могут быть применимы не только на террине с челната, а на любом другом террине, который, ну, типа высокий, то есть там где-то около 6 дюймов в высоту. На самом деле на панишинг-монтажи часто жалуются всякие спортивные игроки, что их как-то тяжело немного отбалансить, и я в целом с этим по большей части согласен. Ну как, я считаю, что вот эта первая часть, один успешный хит без броска — это окей. Это не то, чтобы, ну, сильно страшно, учитывая, что вам нужно потратить достаточно большое количество муа, чтобы залезть на панишинг-монтажку и так просто с неё не спрыгнуть, то есть вы там и останетесь. А вот второй кусочек, P2 с его автоматом, если вы получите кавер, это, я считаю, уже нехорошо, и действительно баланс может чуть поломать. Но так как я сейчас сторонненько умрюла, что на вантажках, в принципе, нельзя получить кавер, то, в принципе, вот этот второй блок в целом для меня не работает. Поэтому я, скорее всего, буду использовать панишинг-монтажи, но ясное дело не на всех столах, а только там, куда присунуться вот эти челнатовские здания, или здания похожие на челнатовские здания, кавера на них не будет, а уж один куб получить не прикидывая, ну, это не то, чтобы сильно ломает игру. Вот. Ещё панишинг-монтажи можно использовать, и, как мне кажется, это более интересное их использование, когда на столе есть несколько уровней высот, то есть более двух, один это пол, потом далее какая-нибудь трюк-монтажка, и следом ещё вот панишинг-монтажка. Да, это, мне кажется, просто чуть более интересно, с точки зрения геймплея. Inaccessible Terrain. Собственно, очень простой трейд, вы просто не можете залезть на этот террейн, или двигаться через него. Очень хороший и эффективный блок мува. Использоваться объективно будет. Да, он на самом деле и использовался до этого, просто он условно хоморулился. Сейчас мы можем просто с полной уверенностью сказать, что это Inaccessible Terrain, у него есть трейд, ходить через него и залезать на него нельзя. Да, непонятно, почему этого не было в рульбуке, приописано, но сейчас есть и хорошо. Да, использоваться точно будет, но он, типа, и не особенный, и не, типа, ненужный. Да, просто окей трейд. Дэнс. Немного странный трейд, он, по идее, ГВ присуждается диаревием, и, похоже, он присуждается диаревием вместо трейда Хэви, что уже немного странновато. Но, в общем, идея в том, что если коверлайн к оперативнику пересекает два или более террейн фич с трейдом Дэнс, то сель считается обскурить. Ну, не знаю. Типа, мне кажется, что если у Дерева и так есть трейд Хэви, то, типа, сель, скорее всего, и так и так будет обскурить, если коверлайн пересекает два дерева, они все-таки толстые достаточно. Однако, допустим, вот в этом примере, как я полагаю, Дэнс присуждается не только самим деревьям, но и вот этим маленьким, непонятным отросткам рядом с ними. То есть, по идее, если оперативник, типа, стоит вот где-нибудь там, где сейчас мой курсор, а коверлайн проводится, типа, вот через вот это пустое пространство и то пустое пространство, по идее, и то, и другое Дэнс, и поэтому оперативник считается обскурить, хотя в обычной ситуации он бы не был обскурить, но тем не менее. Трейд, ну, не знаю, он нормальный, если вы хотите поиграть на лесном столе, то почему бы его не использовать, я не могу сказать ничего плохого про него. Однако, с точки зрения, опять-таки, турниров, я сторонник городских столов, там просто легче реализовать все те фичи, которые в новом киллтиме есть, а леса это уже что-то более сложное, как по мне. И я, кстати, понял, что я, по-моему, запись не делаю, да? А, нет, делаю. Инспаринг террейн. Бу-бу-бу-бу. Еще один странный террейн. В зюме от Инспаринг террейна вы получаете себе, ну, условно, пятый ФНП. Почему это условно пятый ФНП? Потому что в киллтиме нет правила ФНП, и, что самое важное, нет правила, которое говорит, что если у вас есть аналог пятого ФНП, то другие аналоги пятого ФНП вы получить не можете. То есть, хотя это может выглядеть как абсолютно ароковальное, и баг, и я с этим полностью согласен, но плагомарин, десгардовский, находясь рядом с Инспаринг террейном, кидает два ФНП. Первая, там, допустим, за свой дисгардский глиний резилиент, и вторая за Инспаринг террейн. Да, это звучит очень тупо, но работает это похоже именно так. Это одна из причин, по которой я уже не люблю Инспаринг террейн, потому что он очень странно взаимодействует с подобными моделями. Далее, почему я тоже не люблю Инспаринг террейн, он добавляет в игру, опять-таки, вот этого ненужного рандома, то есть, что имею в виду, в киллтиме в целом очень много механик сводится к тому, что вы не бросаете кубы, то есть вы либо просто ставите кубик успешным автоматом, или не кидаете кубик, если по вам стреляют оружием с АП-2, или по вам, в принципе, не стреляют, и вы не бросаете кубы, а вот эта штука, она добавляет бросков кубов. И пятая ФНП, это такой дебильный бросок, что он либо может, в принципе, там, заруинить всю партию, там, оппонентом очень сильно хочет убить модель, а она, бац, кидает все пятая ФНП и выживает. Это, по мне, не очень здоровая штука для матча-плея, и, не знаю, если уж ставить такую штуку, то где-то рядом с центром, и то, скорее всего, на миссии по типу Escalating Hostilities, где это, ну, хотя бы добавляет какого-то веселья условного, но, не знаю, у меня очень спорное отношение к этому трейту, я не считаю его хорошим, то есть, вот, я бы ему поставил пять из десяти, ну, с точки зрения матча-плея. Опять-таки, просто потому, что он добавляет рандома в ту игру, где, как мне кажется, от рандома пытаются избавиться. А избавление от рандома, ну, как по мне, вещь весьма хорошая, если мы говорим о спортивной игре. Да. Для компании, без Б, вообще отличная штука, но мы же про матчи говорим, да, в компании вы что хотите, то и ставите. Фортифайт, этот трейд мне нравится, банально, если вы стоите, ну, получаете бонус от ковря за Фортифайт террейном, вы можете перекидывать один Дефенс кубик. Вы можете тут же кинуть мне в лицо, что, ты же только что говорил, что рандом это плохо, а тут орион одного куба, но, как по мне, это чуть меньше рандома, чем пятая ФНП, и, да, в общем, вы не понимаете, это другое. Вот этот трейд мне нравится, его, во-первых, можно поиссуждать о ряду в целом известного, популярного террейна, там, те же самые стены Тау, это может быть Айгис Дефенс Лайн, да, пресловутый, даже на самом деле Орещи Баррикады из Актариуса, если вам очень сильно хочется, тоже могут стать Фортифайт. Трейд хороший, вот ему я бы поставил 8 из 10, его бы я использовал на турнирах, как бы, чё бы нет, он хороший. А, далее идет Преотекшн, один из моих самых нелюбимых Тайдов, как раз, который ГВ отсыпала, это 4-ый Инвуль, если Террейн Фиш вас каким-либо образом защищает. Ну, тут просто прикол в том, что, допустим, Алтарь Чайпов вас защищает, только если вы стоите, вот, непосредственно на нем, а какой-нибудь Шулт Генератор защищает в таревых дюймах от себя. Не люблю я это по той же самой причине, что и 5-ый ФНП, 4-ый Инвуль, это рандомы в чистом виде, в игре, где от рандома пытаются избавиться, то есть, опять-таки, в чем тут главное противодействие, у нас есть оружие САП. Оружие САП создано для того, чтобы дарить вам гарантированные убийства, в целом, да, когда вы стреляете САП-2, ну, вы рассчитываете на то, что вы убьете цель или нанесете ей весьма значительный урон. А, 4-ый Инвуль, это просто вероятность 50 на 50, да, там, ваш оппонент либо отсейвит все ваши кубы, и ваша там АП-шная пушка пойдет нахер, либо он все завалит, и тогда он пойдет нахер, ну, я не знаю, я считаю, что это тупо, да, я играл, допустим, большую ваху за фракции, которые повязаны с 4-ым Инвуль, и мне не нравилось играть, когда я повязан с 4-ым Инвульом, потому что это рандом, 4-ый Инвуль вставать мне в зону с 4-ым Инвульом или не вставать, но эффективность 4-ого Инвуля я не контролирую, и я не знаю. Опять-таки, моя претензия такая же, как и к инспарин-террейну, это лишний рандом, там, где рандом не нужен, вот и все. Ну и вдобавок, 4-ый Инвуль это слишком хороший сейв, потому что большая часть моделей в игре сейвится на 5+. Да, и тут не только Инвуль вы получаете, так еще и сейв улучшается, что я считаю, ну типа вообще слишком сильно, а какие-нибудь другие армии, там, те же Аликины, какие-нибудь кусты со щитами, у них и так этот 4-ый Инвуль вшитый, и вот этот Террин в принципе не присрался, и мы уже упираемся в то, что его тяжело в принципе отбалансить, опять-таки, относительно фракций, и не ясно, куда его ставить, что тоже еще одна проблема. Но прикольно, что вы можете дать приотекшен трейд, допустим, короненоксилита, персонажа на орудии интересный нарративный стол, но я не думаю, что это хороший стол для турнира, да. Смоук Хейс, собственно, Террин, который дымит, дымит он в двух от себя, и в вертикаль, и в горизонталь, и вверх, и вниз, в общем, во все стороны дымит, оперативник считается абскьюрит, если коверлайны к нему притянуты, пересекают область, заполненную дымом, очень хороший трейд, он использоваться будет объективно часто, и я тоже буду часто его использовать, во-первых, он позволяет нам экономить террейн, то есть, тратить меньше террейна, но при этом создавать больше лос-блоков, что очень круто. Вдобавок, вы получаете, опять-таки, весьма хороший способ заныкать оперативника в абскьюр, при этом не особо потеряв мобильности, да, потому что, опять-таки, вы можете поставить там своего Спрейсмарина буквально вот перед вот этой большой дымной штукой, и так как база Спрейсмарина меньше двух дюймов, а дым идет в двух дюймах, то Спрейсмарин перед этой штукой будет считаться абскьюрит, и потом он сможет от нее куда-нибудь отбежать вполне спокойно. В принципе, это можно ставить и в дробзоны, как мне кажется, весьма уверенно, можно ставить, в принципе, где-то в киллзоне, блокировать какие-нибудь проходы или прострелы, в общем, этот трейд хороший, его использовать будем, обязательно, больше сказать про него нечего, тут вообще 10 из 10, просто хорошо, что ГВ его приписала еще раз. Нокшес Террейна, странный Террейн, который мне, ну вот, ему и в 6 из 10 дал, если вы вторых от Нокшес Террейна, вы считаетесь и Джорид. Опять-таки, не уверен, он уже лучше, по крайней мере, чем 4-й Террейн, или 5-й ФНП, потому что Инджорид, это хотя бы не бросок кубок, это не рандом, тут скорее минус этого Террейна в том, что непонятно, какому Террейну присуждать Нокшес, помимо печки Нойгла, я так и не могу вспомнить, а какой еще Террейн может быть Нокшес, поэтому даже сказать про него особо нечего, я скорее всего не буду его уязать на своих столах, просто потому что у меня Террейна нет, который можно выдать за Нокшес, а если вы там хотите сделать какой-то нойглячий стол, поиспользовать ту же самую печку, то почему бы и нет, я не думаю, что это поломно, вполне возможно даже интересно может играться. Скейлабл старый добрый трейд, который ГВ приописывала еще в факе крыльбук, он походу должен был быть в крыльбуке, но в ГВ забыла его туда запихнуть, он обычно прислуждается лестницам и приучим штукам. Собственно, ну банально на этом примере даже легче показать, вот эта штука из сектора механикус, она высотой 5 дюймов, то есть в обычной ситуации вы бы забирались на нее ценой 6 дюймов, а тут у вас есть лестница, поэтому вы 5 округляете не до 6, а до 4, да, и залезаете весьма неплохо и удобно. Ну, этот трейд использовался и, понятное дело, будет использоваться, ничего плохого с ним нет, он даже, наоборот, улучшает взаимодействие с высоким террейном и делает его более играбельным, что, понятное дело, только плюс. Кстати, возвращаясь к лестницам, если у лестниц есть только трейд скейлабл, то они не дают кавер, и ГВ там где-то внизу дальше приписало, что лестница вот такая не дает кавер. Не хэви кавер, не лайт кавер, она просто скейлабл. Все. Далее идет чемпион, можно сказать, мой самый нелюбимый трейд из всех трейдов здесь представленных, это инвентай. Я считаю, абсолютно непригодный для матча плея трейд. В общем, в дюйме от серийно с трейдом инвентай вы можете париться за 1 АПЛ, кинуть д3, прибавить к нему 1 и на получившийся результат выдать парню эквип из списка эквипа вашей фракции, поэтому не тот, который может быть выдан всего лишь один раз, то есть 2, ну вторую крыль гранату вы из инвентаря по войдингу инвентаря вытащить не можете, и на том спасибо. Однако, для матча плея это непригодно, во-первых, это опять-таки дополнительный рандом, там где рандом не нужен, и что самое главное, фракции не сбалансированы по эквипу, то есть у нас есть у которых нет плохого эквипа, там любой эквип хороший, по большей части, который может вам выпасть, а вот есть какие-нибудь корсары, да, и у них нет хорошего эквипа, точнее у них есть хороший эквип, но он скорее всего уже был выдан, там вторую плазму гранату вытащить нельзя с инвентаря, там типа нож вытаскивать, кому это надо, зачем, вот, то есть для матча, да, я считаю, это абсолютно непригодная штука, для какой-нибудь кампании, опять-таки, наверное, интересно. Дейнджерс, если вы активируетесь в дюйме или двигаетесь в дюйме от тярина с этой фичей, то вы, собственно, кидаете кубик, на 1,2, все хорошо, на 3,4 получаете марталку, на 5,6, 3 марталки. Такая же претензия, как к протекшену и инспарингу, дополнительный рандом, там, где я считаю, этот рандом не нужен, однако, в принципе, Дейнджерс, во-первых, не занимает очень большое место на столе, то есть, буквально, вот, одна эта плазма-катушка и дюйм рядом с ней, это можно использовать, как, опять-таки, инструмент для Aria Denial, то есть, делать какой-то кусочек на столе, а не то, чтобы желаем им, да, чтобы было рисково идти рядом с ним, поэтому, возможно, какую-нибудь одну-две вот эти маленькие Дейнджерс штуки юзать можно, но главное с ним не перебарщивать, и, в целом, тут это можно списать на какой-то оправданный риск, то есть, вам очень надо помываться, вот, именно через Дейнджерс террорейн, и вы готовы, если что, получить в себя 3 марталки, но, опять-таки, это не нравится, потому что это рандом, я не люблю рандом, да, вы можете кидать 1-2 и спокойно бегать через Дейнджерс террорейн, ваш оппонент может постоянно кидать 5-6 и умирать от Дейнджерс террорейна куда более эффективно, чем от ваших действий, что, по мне, неправильно для игры. Gun Emplacement неплохой трейд, его главный минус только в том, что, по-моему, его можно адекватно присудить только вот этой из Тене Мучеников, у которой банально есть Gun Emplacement. Если вы не двигались в свою активацию, то вы получаете переборос одного куба. В принципе, абсолютно нормальный бонус, он не поломный и не слишком плохой, поэтому Gun Emplacement вещь хорошая, вопрос просто, что он у достаточно маленького количества террорейн фич может быть, походу. Defendable это то, что было у стен в Морохе, ГВ просто опять-таки напоминает, что не только стены из Мороха могут быть Defendable, а любые стены, если вам так сильно хочется. Главным образом, если вы находитесь в Engage и при этом с оппонентом по разной стороны бойкат, вы всегда атакеры в ближнем бою, даже если чарджили вас. Неплохо, тоже, что бы нет, трейд не поломный, интересный, хороший. Его тоже юзать можно, опять-таки, даже на тех самых хорячих бойкатах из Актариуса, если очень сильно хочется. Ничего плохого не могу про него сказать. Двери, ну, двери и так использовались, да, то есть через двери можно ходить, но через двери нельзя видеть, поэтому через двери можно ходить, даже если ваша база как будто бы физически не втискивается в дверь, но с этим все хорошо. Вдобавок, тут просто ГВ дописала вот эту тему с Ингрессом, а Ингресс-то, по-моему, любой возможный портал, то есть вы можете присудить трейд не только дверям, но еще и окнам и, допустим, сказать, что через вот это решетчатое окно тоже можно ползать, да, если вам сильно хочется. Главное только обсудить это с оппонентом до партии, но, как бы, ГВ дает нам повод ползать через окна лишний раз, да. Главное, опять-таки, просто обсудите это с оппонентом заранее до игры, да, потому что, допустим, некоторые привыкли считать, что двери, они закрыты, да, и для них может стать неприятным сюрпризом, чтобы вдруг через грейползать, там, начинаются всякие ненужные споры, оскорбления, это не то, что нам нужно, мы хотим играть лайтово и дружелюбно, вот, поэтому обсуждайте террень до игры, просто еще раз повторяю. И последний трейд, это стратегик, если вы контролируете данный террень, вы получаете один КП. Опять-таки, очень странный трейд для матча, да, я не уверен, насколько он сбалансирован и насколько легко его можно сбалансировать, однако, слышал забавную идею, честно, она не моя, но стратегик террень можно ставить где-нибудь вдали от точек и желательно вдали от деплоек, чтобы контроль стратегик террена был именно, как сказать, определенной задачей, да, то есть не так, что вы там по ходу делаете местью и контролируете стратегик террень, да, нет, чтобы вам пришлось чем-нибудь условно жертвовать для получения вот этого несчастного дополнительного КП. но вопрос опять-таки в том, насколько вообще стоит юзать стратегик в матч, где я бы честно не юзал, ну или юзал, как я уже упомянул, то есть просто ставить его куда-нибудь в жопу мира, чтобы было тяжело до него ползти, но чтобы можно было доползти в случае чего, в таком ключе. Ну и просто непонятно, что делать стратегик, то есть тут этот некорюнский пилон стоит, но типа, а, это не то, чтобы очень частый террень, который у нас есть, а какой у нас есть, аналог, не знаю, парень вообще, 6 из 10 тоже поставлю стратегик к терреньу, и у нас на этом, на самом деле, террень, террень кончается, все, мы их обсудили, какие-то мои мысли, я считаю, террень эти интересны, на самом деле, все, по большей части, они просто вдобавок подтверждают вот гениальность движка киллтима, то есть на нем можно делать очень интересные вещи, поэтому делая их весьма просто, да, то есть те же самые волатиль, ну, это правило максимально простое, поэтому добавляющее большое количество разнообразия, да, и это то, что уже вшито в движок киллтима, по сути, вот, то есть еще один мой выкрик восхваления геймдизайнерам киллтима, потому что движок реально очень классный и позволяет делать много интересных штук, то есть для компании отлично, в сумме главные минусы и почему я не очень люблю некоторые нововведения, их стало тяжело балансить, то есть раньше и так остановка стола вещь достаточно тяжелая, тяжело балансить банально нахождение хэвиков на столе, нахождение лайта на столе и были проблемы вот просто с теми четырьмя тритами, которые прописаны в рульбуке, а тут ГВ такой, на вам еще кучу тритов, которые тоже надо балансить, потому что понятное дело, что вы не можете ставить те же самые волатильные бочки точно так же, как вы ставили лайт террейн, потому что это не просто лайт террейн, это лайт террейн с волатилем, он добавляет другой дименшин в вашей игре и типа это не то, чтобы очень сильно просто уже для организатора выставить вам сбалансированный стол. Вдобавок некоторые триты бесконечно раз так скажу, добавляют рандома в игру, где от рандома пытаются избавиться, что мне очень сильно не нравится. Все. То есть, суммирую, что мне кажется точно будут использовать в матче, это inaccessible, это панишинг монтажи, потому что уже поелись, это фортифайт, это смоук хейс, это скейлабл, но его и так использовали, это ганом плейсмент, это дефендабл и дверь, дверь тоже и так использовали. Вот по мне эти триты будут использоваться точно и всеми, а вот уже остальные там по типу протекшена и инспаринга, это надо смотреть от организатора к организатору. Лично я, скорее всего, не буду их использовать, но тут уж поглядим, возможно, за месяц мое мнение чуть-чуть поменяется, главным образом это накладывает на организатора дополнительную условность приописывать фак к террейну, если ему это очень сильно хочется, да, то есть, допустим, я не хочу, чтобы на моем турнире бочки были волатильными, я пишу в факе, чтобы бочки не волатили, а не просто лайт, ну, или можно оставлять это на откуп игрокам, там, как хотите свою киллзону определить, так, собственно, и определяете, я тут ни при чем, да, так что главным образом вот эти триты, их не надо воспринимать как прямое руководство к действию, и не стоит как бы бежать и делать все бочки волатильными, стоит подумать, насколько вообще это нужно, интересно, и, возможно, стоит ограничиться просто обычными тритами из рульбука, вот, это, собственно, мораль, которую я хотел донести, да, то есть, триты интересные, хорошие, но использовать их неожиданно не обязательно и зависит это только от вас. На этом, собственно, все, большое спасибо, что посмотрели данный ролик до конца, если вам понравился, ставьте лайки, пишите свои комментарии, если вы с чем-то согласны или не согласны, мне интересно почитать ваше мнение относительно данных Террин Трейтов, советуйте видео друзьям и оставайтесь с нами дальше. Это был канал A Handful of Boys, играйте в Kill Team, играйте в Kill Team на хорошо поставленных столах и пусть у вас будет все хорошо. Всем удачи, всем до новых встреч, пока, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok